Утро 1, мы на месте. Ты на нас заработал, вручили эту школу поезды. Узов принят, уезжаем. Ночью примерно в 2.30 наезд на пешехода полицейские зарегистрировали на углу улицы Иляева и проспекта Кунаева. Здесь под колеса автомашины Ауди попала девушка лет 20-25. На место вызова уже через несколько минут прибыл экипаж ДПП и бригада скорой помощи. По словам очевидцев, автомашина двигалась по проспекту Кунаева в сторону проспекта Талкихана. Недалеко от пересечения с улицы Иляева на проезжую часть вышла девушка в необорудованном для перехода пешеходов месте. К счастью, удар был не сильный. Девушка получила лишь травму ноги. Ее в больницу госпитализировали врачи. Сейчас расследованием этого ДТП занимаются сотрудники дорожно-патрульной полиции. Полночь на пересечении улиц Жангильдина и Бергеновой площади Альфа-Раби полицейские задержали автомашину «Лада», водитель которой нарушил правила дорожного движения. Автовладелец не сразу признал нарушение, вступив в полемику с инспекторами дорожно-патрульной полиции. По словам полицейских, водитель «Лады», двигаясь по второстепенной дороге с площади Альфа-Раби, не пропустил автобус, сворачивавший с Айбергенова на улицу Жангильдина, чем допустил нарушение. Но водитель легковой автомашины попытался доказать свою невиновность. Автобус должен был убедиться, что я ему пропускаю, и поехать дальше, правильно? Он приостановился? Нет, подождите. И еще и посигналил вам. А вы перед ним все равно слышали. Проморгал? Нет, сигнал я слышал. Проморгал вам он. Нет, он, потому что он летел почти, поэтому просигналил. Чтобы доказать обоснованное задержание, полицейским пришлось продемонстрировать водителю соответствующую статью правил дорожного движения. Подождите, на перекрестке. Неравнозначно дорог, водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, уступает дорогу транспортным средствам, приближающим по главной, независимо от направления их дальнейшего движения, в том числе осуществляющим разворот. Водитель, двигающийся по главной дороге, имеющий разделительную полосу перед завершением на перекрестке разворота, убеждается, что транспортного средства, приближающегося к перекрестку по второстепенной дороге, уступает ему дорогу. Товарищ водитель, оказавшийся рядом с нарушителем, попытался вступиться за друга, но его доводы полицейские выслушивать не стали. Вы вообще свидетели, но вы не забывайте, не забывайте то, что вы мешаете, особенно административно-пропакула. Каким образом я мешаю, вас я остановлю, вот когда вы меня спрашивали. В данный момент я остановил водителя, не вас. Пожалуйста, будьте добры, не мешайте мне работать. В результате полицейские все-таки заполнили на водителя административный протокол нарушения, но автовладелец с выводами инспекторов не согласился. И теперь, кто прав в этой ситуации, будет решать суд. Сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента АПАЧС в целях предотвращения несчастных случаев, на воде еженедельно проводят профилактические мероприятия. В ходе профилактики они посещают места массового отдыха и пребывания горожан, где проводят с ними разъяснительные беседы. Купальный сезон еще не наступил, но готовиться к нему нужно уже сейчас, считают спасатели. Встречаясь с жителями города, специалисты департамента АПАЧС вручают им памятки с напоминанием правил поведения на воде. Спасатели уже побывали в мечетях, торговых центрах и парках, охватив профилактическим мероприятием несколько сот человек. Начать агитацию в столь ранний период специалистов ПЧС подтолкнула статистика гибели людей в водоемах области. Так, только с начала этого года в воде на территории Южного Казахстана уже утонуло 11 человек. Казахстана уже утонуло 11 человек, но в воде на территории Южного Казахстана уже утонуло 11 человек.